МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В истории профессиональные юристы шаг за шагом комментируют происходящие события с точки зрения российского законодательства. Очень важно, чтобы в расписке были обозначены предмет займа, а также сроки и порядок возврата денег. Чтобы узнать, как уберечь себя от необдуманных поступков, непоправимых ошибок и горьких разочарований, смотрите в эфире телеканала РЕН-ТВ новое шоу «Засуди меня». Так, все, хватит, пошли в полицию. «Засуди меня» – драма жизни и справедливости. К сожалению, очень часто после развода мужчина напрочь забывает о своих родительских обязанностях. Неуплата алиментов, уклонение от общения с детьми – это только часть проблем, с которыми приходится сталкиваться бывшим женам. Но что делать, если пропавший отец вдруг вспоминает о своем долге? Как быть, если своими действиями он стремится разрушить привычную жизнь ребенка? Ответы на эти вопросы искала Маргарита Шарова. Ее история сегодня в программе «Засуди меня». Супруги Шаровы были счастливо женаты уже 8 лет. Для Маргариты это второй брак, ее дочери Вике – 10. Своим отцом девочка всегда считала Сергея, не зная о существовании родного папы. О бывшем муже Марке Булавкине Рита тоже не вспоминала. До поры до времени. Но когда семья Шаровых приняла решение переехать жить на несколько лет за границу, женщине пришлось разыскать телефон экс-супруга и назначить ему встречу, чтобы тот выдал разрешение на выезд ребенка за пределы страны. Какими судьбами? Я, если честно, был удивлен. Но удивлен приятно. У меня к тебе дело есть. Подожди с делами. Лучше расскажи, как сама? Как дочка? Все нормально. Вика учится. Я уволилась с одной работы, на другой пока не устроюсь. Вот дома временно сижу. Слушай, а Вика в каком теперь классе? В третьем? В четвертом. Она молодец, она еще в музыкалке дополнительно учится. Вот выиграл недавно олимпиаду по русскому языку. Вот это наследственность. Вся в мою маму. Да уж. Слушай, а у тебя фотографию нет? Есть. Хочу посмотреть, как она выглядит. Есть. Давай только побыстрее, ладно? У меня времени мало. Ух ты, красавица. Ну, я как раз о Вике с тобой хотела поговорить. Дело в том, что мы скоро уезжаем в Германию всей семье на несколько лет. А что так? Ну, Сергею предложили работу по контракту в хорошей фирме. Он специалист, его ценит. Ну, я рад за вас. Только я-то при чем? А при том, что по нашим законам, чтобы Вику взять с собой, требуется согласие твое на ее выезд. Не-не, я против категорически. Я не хочу, чтобы она с тобой уезжала. Я не поняла. А что непонятного? Я не дам официального разрешения на выезд ребенка с границу. А почему не дашь? Ну, потому что я не хочу, чтобы моя дочка жила далеко от родного отца. От родного отца? Подожди, ты даже не в курсе, в каком она классе учится, отец. Да, отец. Именно поэтому я не дам тебе официального разрешения. Маргарита столкнулась со сложным и щекотливым моментом. Согласно действующему законодательству, если один из родителей заявит о своем несогласии на выезд несовершеннолетнего гражданина из страны, этот вопрос разрешается в судебном порядке. Для решения проблемы Рита может обратиться в суд с заявлением либо о вывозе ребенка для проживания в другое государство, либо о лишении бывшего мужа родительских прав. При этом обязательно указать, что в нарушении требований статьи 65-й Семейного кодекса подобное действие Марка противоречит интересам ребенка, что по сути является злоупотреблением родительскими правами. Если суд удовлетворит один из исков, то после вступления решения в законную силу мать сможет беспрепятственно вывести дочку за пределы страны. Послушай, Марк, ты мне объясни толком, тебе вообще какая разница, где мы с Викой жить будем? В Москве, в Германии, да хоть на Луне. Тебя это вообще раньше никак не интересовало. Это раньше не интересовало. А тебя интересует. У меня вообще на Вику свои планы. Какие планы? Ты ее 10 лет не видел. Какие у тебя могут быть на Вику планы? Ну вот, извини, у меня дела. Подожди. Подожди, Марк, мы с тобой не договорили. Ну, я не поняла, ты что, мне отказываешь? Слушай, я вот фотографию одну вот эту оставлю. Марша! Марк, объясни мне, в чем дело? Хорошо, я все сказал, рад был видеть. Марк! Пока. Не собираясь сдаваться, уже на следующий день Маргарита приехала в офис к бывшему мужу. Накануне они с Сергеем весь вечер ломали голову, стараясь понять причину отказа Марка. Шаровы решили, что мужчина поддался эмоциям, нахлынувшим при виде фотографии выросшей дочки, и не захотел с ней расставаться. Теперь Рита рассчитывала на то, что Булавкин уже успокоился и сможет удовлетворить их просьбу. Но она ошиблась. Экс-супруг не желал идти на уступки и стоял на своем. Что конкретно в фразе «я не дам согласия» тебе непонятно. Ну, я не понимаю, почему ты так против. Ну, ты же знаешь, мне не дам 37 лет. Ну, и что, я в курсе? Других детей у меня нет, поэтому все мысли только о Вике. Подожди, вчера утром тебе ребенок не нужен. Он был, а к вечеру понадобился. Я часто о Вике вспоминаю. Пытался найти ее. Ну, ты первая, на связь вышла. А у меня в фирме у всех дети рождаются. Поэтому волей-неволей будешь вспоминать о Вике. А давай я тебе подарю целый альбом Вики на фотографии. Хвались на каждом углу. Вот давай, я тебе фотографии, а ты у нотариуса свое согласие подпишешь, а? У меня мама о внуках мечтает. И общаться она хочет не с фотографией, а с Викой. Ах, мама, конечно, как же я про маму-то забыла. Ну, если мама сказала, конечно. Вот только маму не трогай, пожалуйста. Ну, Марк, ну войди-то в наше положение. Ну, для нас это такой шанс. Ну, Сергей уже дал согласие на эту работу. Мы не думали, что с тобой такие проблемы возникнут. Хорошо. Вы, Сергей, езжайте куда хотите. А Вика пока у меня поживет. Слушай, Булавкин, ты шутить пытаешься? Или правда идиот? Ну, не извращай все. Ты думаешь, я не справлюсь в роли отца? Да какой ролью, клоун? Ну, это жизнь. Как ты с Викой собираешься жить, когда она понятия не имеет о твоем существовании? Она думает, Сергей ее отец. Ну, я тебя прошу, не лезь ты в нашу жизнь. Ну, не травмируй ты ребенка. Я тебя по-хорошему прошу, подпишешь? Нет. И с этим ты ничего не сделаешь. Сделаю. А я тебя родительских прав тогда решу. Потому что ты семь лет уклонялся от воспитания ребенка и не платил алименты. А ты на алименты не подавала. У нас насчет этого устный договор был с тобой. Так вот по этому устному договору ты что обязался? Вообще не претендовать на ребенка и вообще оставить нас в покое. А вот про это кроме нас с тобой больше никто не знает. Я пытаюсь общаться с нашей дочкой, а ты мне препятствуешь. Согласно статье 69-й семейного кодекса, отец или мать могут быть лишены родительских прав, если они уклоняются от выполнения родительских обязанностей. В том числе при злостном уклонении от уплаты алиментов. То есть игнорирование решения суда или судебного приказа об их взыскании. В отношении Марка подобное решение суда отсутствует, так как Маргарита никогда материальных требований к бывшему мужу не предъявляла. Поэтому доказать, что Булавкин на протяжении всей жизни веки не участвовал в ее воспитании, не предоставлял денежные средства на содержание дочери, будет сложно. Ой! Рик, тебе плохо? Может, воды тебе? Не надо мне ничего. К семье моей не смей лезть больше, понял? Маргарита с трудом добралась до дома. Резкий скачок давления удалось стабилизировать, не прибегая к помощи врачей. Немного придя в себя, женщина рассказала мужу о разговоре с Марком. Зря я ему своего времени морду не напил. Но ты ему сказал, что у нее ничего не получится, или как обычно? В смысле, что значит, как обычно? Ну, конечно, я ему все сказала, а толку? Если его маме сбрело в голову, что ей внуков вдруг хочется. А этому что париться, вон у него взрослый уже бегает совсем. Пусть его мама хочет что угодно, но мы тут при чем? А если с его мамой поговорить, она же, может, она нам и поможет? Марк всю жизнь маме своей драгоценной в рот заглядывал и жил по ее указке. А она нас с Викой терпеть не могла. Мы когда развелись, она даже общаться не захотела. Так вот, надо к ней поехать и заложить ей ее сыночка. Сказать, что Марк решил Вику себя взять. Она ему быстро мозги прочистит, она нас терпеть не может. Слушай, давай, ты, в общем, сейчас звони и договорись на завтра. А я лучше сейчас к ней сама просто съезжу. Нет, давай лучше на завтра, ты себя плохо чувствуешь. Да, Сереж, все нормально. Ну, чем быстрее мы этот вопрос решим, тем лучше. Ранее в «Засуди меня» Маргарита Шарова встретилась с бывшим мужем спустя 8 лет после развода для того, чтобы он подписал разрешение на выезд в другую страну их общей дочери Вики. Дело в том, что мы скоро уезжаем в Германию всей семьей на несколько лет. По нашим законам, чтобы Вику взять с собой, требуется согласие твое на ее выезд. Получив отказ при первой встрече, Маргарита решила приехать к Марку в офис и поговорить с ним еще раз. Мужчина стоял на своем. Тогда Шарова решила пригрозить судом. А я тебя родительских прав тогда решу. Потому что ты 7 лет уклонялся от воспитания ребенка и не платил алименты. Вернувшись домой, Маргарита все рассказала мужу, который предложил попробовать найти поддержку у матери Марка. Сейчас звони и договорись на завтра. А я лучше сейчас к ней сама просто слищу. В тот же день Маргарита впервые за много лет вошла в ту самую квартиру, где жила во время первого брака. Ей было непросто обратиться к бывшей свекрови. Но Ада Марковна даже обрадовалась звонку Риты и сразу же пригласила экс-невестку в гости. Ты с чем пожаловала? Ой, извини. Чай или кофе? Нет, нет, нет. Не надо. Ничего, спасибо. Я хотела с вами поговорить о Вике. О Вике? Со мной? Интересно, что ты от меня хочешь в отношении Вики? Нет, от вас конкретно я ничего не хочу. Марк от нас хочет. То есть вот я хочу как раз, чтобы вы с Марком поговорили о Вике. Рита, дорогая, я так ничего не пойму. Ты, пожалуйста, сосредоточься и объясни мне по порядку, что кто от кого хочет. И при чем тут мы с Марком? Ну, в общем, я с семьей, с мужем и с Викой, мы уезжаем в Германию на несколько лет. Вот, и нам нужно, чтобы Марк дал разрешение на выезд ребенка и не думал даже забирать ее к себе на это время. Так, подожди, вам что, деньги нужны? Нет, деньги нам не нужны. Нам нужно, чтобы Марк дал согласие на выезд ребенка за границу. И я не понимаю по поводу взять себе Вику. Да. Да, да, видимо, у него появилась такая идея, что на несколько лет, пока нас не будет в Москве, он возьмет Вику жить к себе, а скорее всего к вам. Так, понятно. Я не знаю, что случилось с Марком, но я тебе обещаю, я с ним поговорю, и разрешение от него ты получишь. Ты можешь быть абсолютно спокойной. Хорошо. Кстати, а ты уверена, что оно тебе нужно? Ведь девочка едет с тобой, и не одна. Ада Марковна задала очень логичный вопрос. В соответствии с действующим законодательством, если ребенок выезжает за пределы Российской Федерации с одним из родителей, согласие второго не требуется. Но для выезда ребенка в некоторые страны, в том числе и в Германию, необходимо обязательное согласие обоих родителей. Чтобы обезопасить себя от ненужных проблем при пересечении границы, Маргарите следует надлежащим образом оформить согласие Марка на выезд ребенка за пределы страны. Сделать это можно в любой частной или государственной нотариальной конторе. Да, к сожалению, мы узнавали без этого никак. Ну, значит, оно у тебя будет. Не волнуйся. Спасибо. Ну что ж, коль ты пришла, может быть, расскажешь мне про Вику? Как она? Чем занимается? Как учится? У меня фотографии, кстати, есть. Так, так, так. Ну, она умница. Отличница. Вот, кстати, в музыкальной школе учится по классу фортепиано. Послушай, она ведь на меня похожа. В детстве. Да. Кто бы мог подумать. А крошка, ну, ничего не предвещала. Да. Ну, как Марк говорит, наследственность. Да, 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 наследственность, наследственность. Кстати, у меня есть фотография. У меня там лет 10, и я сижу тоже за фортепиано. Так у нас там с Викой одно и то же лицо. Ну, это ж надо. Ну, ладно, мне пора. Ада Марковна. Ну, без решения. Ну, так я могу на вас надеяться? Ну, конечно, конечно, дорогая. Не волнуйся. Хорошо, спасибо еще раз тогда. До свидания. Через день супруги уже составляли списки вещей, которые они планировали взять с собой в дорогу. Ада Марковна накануне позвонила Маргарите, и сообщила о том, что все в порядке. Вопрос с Марком улажен. Шаровы обрадовались и, решив, что проблема исчерпана, занялись подготовкой к переезду. В это время как раз из школы вернулась Вика. Девочка была явно не в настроении. Привет, дорогая. Как дела? Нормально. А что такое грустное? Обидел кто? Ко мне сегодня на улице странный дядя подошел. Какой еще дядя? Вика. Ты что, он что-то сделал с тобой? Нет. Он звал тебя куда-то, наверное, да? Вика, а почему ты сразу папе или мне не позвонил, а? Нет. Рита, ну что ты психуешь? Ну, дай Вике хоть слово-то сказать. Ну, что ты, а? А тебе сколько раз говорили с незнакомыми людьми и не разговаривали? Я с ним не разговаривала, он сам ко мне подошел. И он мне сказал, что... Что, гадость какую-то, наверное, сказал, да? Нет, он мне сказал, что он мой папа. Ну, я думал, он просто ошибся. Ну, выпил человек и перепутал. Да, ошибся, наверное, Вик. Ну, что зацикливаться? Он вроде не пьяный. Ну, ладно, какая разница? Ну, что зацикливаться на глупости, на всякие? Давай, ну-ка, быстренько иди кушай. И переодевайся, нам музыкалку пора. Давай. Нет, ну это уже ни в какие ворота не лезет. Он что, с ума сошел? Тише ты. Почему ты думаешь, что это Марка? А кто это еще? Нет, ну если он еще раз к ребенку подойдет, если он будет ей говорить, что он ее отец, я на него в суд подам. Вот его пусть засудят за нанесение психологической трагмы ребенку. Его обяжут просто к ней не приближаться. Если Маргарита считает, что общение Марка с дочерью причиняет вред психическому здоровью, либо нравственному развитию девочки, то она может обратиться в суд с заявлением об определении порядка осуществления родительских прав. Но следует иметь в виду, что в соответствии со статьей 66-й Семейного кодекса Российской Федерации, родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет все права на общение с ним и участие в его воспитании. Надо Вике правду сказать. Ты что? Зачем? Ну, господи, ну, господи. А если кто-нибудь ей другое скажет, а не мы, представляешь, она придет и скажет, что вы мне всю жизнь врали. И теперь я вас слушаться не обязана. Нет, надо говорить сейчас. Нет, Сереж, ну ты представляешь, как она может отреагировать? Но ей рано еще такое говорить. Я против, не надо. Давайте подождем. Да что ты все время голову в песок мячешь? Надо-то что-то решиться. Ну, давай, пожалуйста, вообще эту тему отложим. Мне сейчас еще и в музыкалку везти. Маргарита с дочерью вышли на улицу. В отличие от общеобразовательной, музыкальная школа находилась довольно далеко от дома Шаровых. И поэтому одну, без сопровождения, Вику туда не отпускали. По дороге женщина заметила, что на некотором расстоянии за ними по пятам следует Марк. Но, к счастью, попыток подойти ближе он не предпринимал. Чтобы девочка не заметила Булавкина, мать решила отвлечь ее внимание. Смотри, смотри. Дерево интересное какое, да? Давай попринтозируем, на что похоже. Мам, а почему вы с папой Шаровой, а я Булавкина? Ну, Викусь, я же тебе объясняла. Ну, это просто моя девичья фамилия. Ты же видела, диплом мой читала. Маргарита Булавкина, ну. Ну и что, вообще-то у всех фамилия папы. Ну, почему не обязательно? Просто у дедушки и у бабушки у твоих сына не было. Они поэтому попросили, чтобы хотя бы у внучки оставалась их фамилия. Ну, чтобы род Булавкиных не прекращался, понимаешь? А что? Я не хочу быть Булавкиной. Меня в школе обозывают Булавка, Иголка и даже Булка. А этот дурак Рыжов меня вообще Лавкиной называет. Ну, ладно, не надо обращать внимание на глупых людей. Ну, умные никогда не станут обзываться. Ну, меня тоже, допустим, в школе обзывали Булка, Дулька. Я ж не обижалась. Мам, я хочу быть Шарова. Дедушка с бабушкой ведь уже умерли, они обидятся больше. Викой, все равно когда-нибудь выйдешь замуж, сменишь фамилию. Неужели обязательно сейчас по этому поводу заморачиваться? Ой, Шарова не лучше. Шарик, мячик. Нет лучше. Я хочу, чтобы в Германии была уже Вика Шарова, а не Булавкина. Неужели надо по этому поводу сейчас заморачиваться? Как это не грустно, но и в данном случае Маргарите потребуется согласие Марка. Как следует из норм, закрепленных семейным кодексом, изменение имени и фамилии ребенка до достижения им возраста 14 лет возможно только с согласия обоих родителей и соответствующего разрешения органа опеки и попечительства. Однако, если один из родителей лишен родительских прав либо уклоняется от воспитания и содержания ребенка, орган опеки и попечительства при рассмотрении вопроса об изменении его данных может не учитывать мнение такого родителя. Также необходимо знать, что изменение фамилии, имени, либо отчества ребенка, достигшего возраста 10 лет, в том числе и при рассмотрении вопроса об усыновлении, возможно только с его согласия. Виколь, ну давай мы этими документами займемся в следующий раз. Нам сейчас столько бумаг оформлять. Но, мама, это же легче сделать здесь, чем в Германии. Ой, у кого ты у меня такая умная. Папу. Я думала скажу, меня. Ну и в тебя, конечно. Ну ладно, ладно, никто не обиделся. Идем пять минут до сальфеджио. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда проблемы с Булавкиным были вроде бы улажены, Вика рассказала матери о том, что на улице к ней подошел незнакомый мужчина и назвался ее папой. А по дороге в музыкальную школу Маргарита заметила, что позади идет Марк. Пытаясь отвлечь дочку, женщина и не заметила, как девочка начала говорить о своей фамилии. Мам, а почему вы с папой Шаровой, а я Булавкина? Я хочу, чтобы в Германии была уже Вика Шарова. Вечером, отправив дочь спать, Маргарита рассказала мужу о слежке Марка и о том, что Вика до отъезда за границу хочет сменить фамилию. Сергей был озадачен. Мужчина никак не ожидал того, что все проблемы навалятся на них разом. По его мнению, супруга упустила благоприятный момент для того, чтобы открыть девочке правду. И чего ты добила своим уходом от проблемы? Ничего. Если уж девочка задается вопросами, то надо ей ответить. Господи, ну а как ей сказать? Ну сказать просто, что извини, дорогая, папа твой, это не твой папа, мы тебе все это время врали. Я понимаю всю сложность, но мне категорически ныряется такое положение, ни да ни нет. Или мы честно рассказываем про Марка, или полностью все отрицаем. А то вот это состояние ни Б, ни М, но я вообще не понимаю твоей позиции. А у меня позиция простая, что непонятного? Я просто не хочу навредить ребенку, понимаешь? Но ты не представляешь, что с ней может быть. А что с ней может быть? Что она в обморок упадет? Она взрослая девочка, понимаешь? И она, мне кажется, все поймет. И наше отношение с ней не изменится. Ну а почему ты на меня перекладываешь все это? Ну ты как мать, тебе сподручнее. В смысле, то есть твой ребенок, ты разбирайся, так что ли? Как говорят, чужой никогда своим не станет. Ты об этом? Что? Ну я вообще не пройдет. Я хотел сказать, что ты как мать с дочкой, как женщина с женщиной. Сереж, а ты мне еще объясни, пожалуйста, почему у нас уже давно перестали свестись разговоры об удочерении? А раз про Марго мы заговорили, ты что вообще передумал? Я всегда хотел удочерить Вику. Это вот это твоя бабия, это черта, все время все пускать на самотек. Сколько раз я тебе говорил, давай соберем документы, давай решим булавки на родительских прав. А вдруг не получится? И теперь виновата хочешь? Сергей прав. В сложившейся негативной ситуации повинна именно Маргарита. Чтобы муж стал полноценным отцом для девочки, женщина давно должна была обратиться в суд с иском о лишении бывшего мужа родительских прав. При этом, в соответствии со статьей 71-го семейного кодекса, установление ребенка в случае лишения одного из родителей родительских прав допускается не ранее и в течение шести месяцев со дня вынесения соответствующего решения суда. Кроме того, необходимо учитывать, что если ребенок достиг 10-летнего возраста, на подобное установление необходимо и его согласие. То есть это я во все виновата, да? А ты скажи, дорогой, ты мне хоть одну возможность дал все это закончить? Ну конечно, я тебе во всем мешал. Конечно! Это ты мне во всем мешал! Это ты мне устроил эту чухарду с работой, оттуда уходи, там козлы одни работают, и это мне не нравится. Ты думаешь, мне нравится дома что ли сидеть? Ну не нравится, пошла бы устроилась на другую работу. А да какую, когда тебе ни один вариант не устраивает? Это я виноват, да? Да. Значит, это у меня при важных встречах что-нибудь да болит, а? У тебя и вообще никогда ничего не болит. У тебя даже душа за ребенка не болит. Просто когда палец ты порежешь, ты из этого мировую катастрофу делаешь. А вот мои проблемы с давлением, они никого не интересуют. Я просто притворяюсь. Это наше знаменитое давление, всему оправдание, да? То есть это, значит, посуду помыть, у нас давление. Ребенка отвезти в музыкальную школу, у нас опять давление. Важный телефонный разговор решить, снова давление. А ты у нас просто ударник труда. У тебя на семью вообще времени нет. Вот ни с посудой помочь, ни с ребенком. Зато на бывшую у тебя всегда время хватает. Надо ехать обязательно ее перевозить. Да при чем тут бывшая? Из-за твоего бывшего мы никуда уехать не можем. Если мы из-за него поездки решимся, это вообще пипец. А знаешь что, Сереж? А ты езжай один. Без меня, без Вики. У тебя тогда вообще никаких проблем не будет. А? Значит так, дорогая. Если ты эту проблему с Марком не решишь, решу я сам. И своими методами. И что тебе мало, потом не покажется. Критику не принимаю. Не надо, спасибо. Я разберусь сама. Он меня завтра все подпишет. Сначала сделай, а потом болтай. Я сказала, и я сделаю. Все. И сегодня я сплю одна. Утром распаленная ссорой с Сергеем Маргарита ждала Марка около офиса. Настроена женщина была воинственна. И хотела не только закончить историю с получением согласия на выезд Вики, но и доказать мужу, на что она способна. Завидев бывшего супруга, Рита сразу кинулась к нему и засыпала его вопросами. Ты объясни, зачем ты подошел к ребенку? И что это за слежка была? А в чем дело-то? Как в чем дело? Твоя мама мне сказала, что с тобой все уладит. Что ты на общение с Викой не претендуешь, что ты все подпишешь. Мама что-то не так поняла. Но я обязательно все уточню. Так, а скажи, до какого черта полез к ребенку? Ну да, напугал, наверное, извини. Подошел. Она в тебя столько лет не видела. А вообще, я за вами что шел? Я хотел, чтобы ты нас с Викой познакомила. Господи, за что мне все-то? Как увидел, как тебя перекосило. Все, даже подходить не стал. Так. Знаешь, я в интернете посмотрел, законы почитал. Да? Все алименты, которые я должен, за все эти годы. Я тебе обязательно отдам. Да? Да. А потом вместе на равных приму участие в воспитании нашей дочки. Булавкин, это невозможно. Маргарита не права. Даже несмотря на то, что биологический отец Вики длительное время не проживает с дочерью и не исполняет свои родительские обязанности, возложенные на него законом, он по-прежнему не лишен родительских прав и не ограничен в них. А, соответственно, имеет все права, предусмотренные семейным кодексом по отношению к Виктории. Если бы Шарова своевременно обратилась в суд с заявлением о лишении Марка родительских прав, сложившейся ситуации можно было бы избежать. А сейчас Булавкин вправе требовать того, что принадлежит ему по закону – общение с дочерью. Знаешь, я уже мечтать начал. Как мы вместе гулять будем, книжки читать, как за пар сходим в цирк. Да какой тебе цирк? Ты вообще ошалел, что ли? Чего ты орешь? В чем дело-то? Да в чем дело? В твоем существовании дело то, что ты мне жизнь всю испортил, гад. Не понял. Что тебе непонятного? Что тебе непонятно? Больше к моему ребенку не смей подходить. И ко мне тоже. Понял? Что, моя дорогая, я тебе официального разрешения на вывод с ребенка не дам, потому что считаю, что с матери психопаткой ездить за границей будет опасно. Да пошел ты! Плевать я на тебя хотела. Закон всегда на стороне матери, а ты? Да ты ей никто, никакой ты ей не отец. И больше ты ее никогда не увидишь. Злая после разговора с бывшим мужем Маргарита вернулась домой. Женщина не представляла себе, что делать дальше. А в квартире ее ждал взбешенный Сергей. И у него тоже были новости. Час назад к мужчине подошла Вика и спросила, правда ли, что он ее родной папа. Так, ну а ты что ей ответил? Ну а что я мог сказать? Я сказал, что я ее единственный отец, а все остальное чушь. И еще я ей сказал, что больше она мне таких вопросов не задавала. Так, интересно очень. Ну, я в жизни Вику никому не отдам. Я ее вращу, воспитываю, одеваю, кормлю. Ну, люблю в конце концов. Ну, дальше. Я всю ночь думал и решил, что в своем решении буду стоять до конца. И именно, именно моя строгость убедила Вику, что я ее единственный отец. Отлично. Нет, ну ты все решил замечательно, по-моему, да? А что, что-то не так? Да нет, ну что ты. Все правильно. Все отлично. Просто ты меня обвиняешь, что я дочери сказать правду не могу. А теперь собрешь ей в глаза, вот и все. Ну, я думал о Вике. А Яку? Это просто, знаешь, как Сережа называется? Двойные стандарты. Это когда ты что-то делаешь, это замечательно. А когда я что-то делаю, то это неправильно, это плохо. Ну, 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 так представь себе. Как вы мне все надоели, господи вы. Идите, вы знаете куда со своей Германией? Мне она не нужна. До свидания. Вот и иди к своему драгоценному булату. Да сам ты к нему иди. А я возьму ребенка и уеду от вас обоих куда-нибудь подальше. Вы меня достали уже все. Дмитрий, перестань. Что? Я еще ничего не начинала. Прекрати свою истерику. Ты слышишь меня? Да сам прекрати. Так, а теперь послушай меня. Что? Послушай меня. Поскольку я мужчина в доме. Ну? То я буду в разговоре как, с кем и где я хочу. Это тебе ясно? А теперь соберись. Хорошо? Я сегодня Вике обещал сводить ее в дельфинарии. И туда мы пойдем вместе. Хорошо? Ради Вики. Пусти. Хорошо. Ради дочери. Шаровы собрались в дельфинарий. Вика была рада такой внезапной совместной поездке и пребывала в отличном настроении. Рита и Сергей тщательно скрывали от дочки свою злость друг на друга и старались казаться беззаботными. Выйдя из подъезда, супруги неожиданно наткнулись на Марка Булавкина, в котором девочка мгновенно признала странного дядю, утверждавшего, что он ее папа. Мне же сказали не приближаться. Вали отсюда. Неужели ты соврешь прямо в глаза нашей дочери? Скажи, кто я такой? Вике, наверное, интересно узнать, кто я. Мама, кто это? Никто, Вика. Уже никто. Иди домой, я сказала. Давай, мужик. Давай в хорошем, а. Вика, я твой настоящий отец. Я, не Сергей. Вика, не слушай его. Он нас с тобой хочет поссорить. Нас с тобой и мамы. Давайте идите в финале. Я вас догоню. Давай отойдем, дети. Давай отойди тут. Слушай, мужик. Исчезли раз и навсегда, ты меня понял? И приближайся к моей жене и дочке. Вали, Свааквариум, я с тобой разговаривать не собираюсь. Ты чего? Не хочешь так? Сережа! Сережа, прекратите, успокойтесь. Убьет. Хватит уже. Мама. Вика, стой. Ну, подожди, ты куда? Ранее в «Засуди меня» Маргарита Шарова, не видевшая бывшего мужа около восьми лет, встретилась с ним и попросила подписать разрешение на выезд из страны их общего ребенка. Дело в том, что мы скоро уезжаем в Германию всей семьей на несколько лет. По нашим законам, чтобы Вику взять с собой, требуется согласие твое на ее выезд. Марк наотрез отказался что-либо подписывать и сказал, что хочет общаться с домом. Из-за этого в семье Шаровых начались ссоры. Ни Маргарита, ни Сергей не знали, как объяснить Вике существование другого папы. Или мы честно рассказываем про Марка, или полностью все отрицаем. Маргарита, Сергей и Вика отправились в дельфинарий, но у подъезда их ждал Марк, который начал говорить девочке о том, кто он. Разозленный Шаров пытался отвезти Булавкина от ребенка, и между отцами завязалась драка. Сережа, прекратите! Успокойтесь! Убью! Маргарита дома отпаивала дочку чаем и с тревогой ждала возвращения мужа. Драка двух отцов, произошедшая на глазах девочки, глубоко потрясла ее. Мать не знала, что сделать и что сказать, чтобы успокоить ребенка. Вы всем не вране! Дочь, ну успокаивайся, я тебя прошу. Сережа мой! Боже мой! Ты как? Все, мой мой! Все, сбежал, представляешь, подъезд. Если кто-то полицию вызвал, вот он и сбежал. Ну а куда ему деваться? Викось, а ты... Викось, ты чего расстроилась? Птичка моя! Папа всех победил! Ты что? Да отстаньте вы все от меня! Отстаньте! Дочь! Вика! Что теперь с ней делать? Ой, Господи, Боже мой! Ну пусть, пусть побудет одна. У меня теперь этот Булавкин точно родительских прав лишится. Нет, ну ты посмотри, он теперь виноват, что у ребенка психологическая травма. При рассмотрении вопроса о лишении Марка родительских прав, суд по заявлению Маргариты может назначить проведение ребенку соответствующей судебно-психиатрической экспертизы. Однако в данном случае, если будет установлено, что девочке причинена психологическая травма, то виновными в данной ситуации будут однозначно признаны оба родителя Вики. Ведь именно Рита утаивала от дочери информацию о том, кто приходится ей настоящим отцом. Кроме того, если Марк, решив заняться воспитанием девочки, представит суду соответствующее доказательство своего родительского рвения, например, квитанции, причисления насчет Вики крупной денежной суммы, то чаша весов правосудия может склониться и в его сторону. Ой, Миссия, ну ты пойми, какой суд? Ты что, в закону, что ли, разбираешься? Ты уверена, что все будут о нашей стране, а? Господи, Сережа. Ну теперь ты, ну что? Ой, Сереженька. Ты пойми, что Викуся у нас уже взрослая, она у нас умница, она нас поймет, понимаешь? Ты прости меня, пожалуйста, я столько тебе ерунды наговорила. Вчера я просто сама не своя, я все время злюсь. Ой, срываюсь, ты прости, я тебя очень люблю, прости, пожалуйста. Ты меня тоже прости, пожалуйста. Я тебя очень люблю. И Вику тоже. А знаешь, что, может, пойдем к ним с повинной? Пойдем. На следующий день Вика в привычное время не вернулась с занятий. Маргарита и Сергей в панике прибежали в школу, чтобы поговорить с классным руководителем дочери Ольгой Петровной. Их очень мучило то, что накануне вечером конструктивного разговора с девочкой не получилось. И теперь Шарова не знали, что и думать об исчезновении своего чада. Ольга Петровна, а когда вообще дети разошлись? Вы не обратили внимание, Вика наша выходила? Или, может, она задержалась где-то? А что случилось? А кто-то из дома ушла? Да нет, она вообще домой не пришла. Как не пришла? Я видела, она, как обычно, после уроков одевалась, уходила, все при нем, и даже попрощались с ней. Ой, господи. Ольга Петровна, а скажите, может быть, она с кем-то вышла? Ну, с подружкой там, например? Одна ушла, была в кино, одна ушла, это абсолютно точно. У нас вообще сегодня очень грустная была. Правда? Ну, Луки не в попад отвечала, ни с кем говорить не хотела. Дети обычно к ней тянутся, так она играет с ними очень хорошо. А сегодня я ее спрашивала про самочувствие, но она даже со мной разговаривать не захотела. Я надею не знаю. Я, конечно, понимаю, что вы рядом совсем со школой живете. Ну, не стоит девочку одну в школу отпускать. Возможности нужны встречать и провожать. Да вы написали нам заявление о том, чтобы она сама ходила в школу, и сняли с нас всю ответственность. А так бы мы вам ее срок на руки передавали бы и переживали бы. Ладно, спасибо, спасибо большое. Рит, это, наверное, Марк, точно Марк? Слушай, а может быть? Позвони ему скорее. Сейчас, извините. Алло, Марк, это Рита. Слушай, ты где? Где? В офисе? Сиди, значит, там, мы сейчас приедем. Я сказала, сиди, нажди, мы приедем. Если будут какие-то новости, вы, пожалуйста, сообщите. Меня тоже волнует за Вику. Да, да, конечно, спасибо. Спасибо, до свидания. До свидания. Шаровы приехали на работу к Марку. Уверенность в том, что бывший муж Риты после драки похитил Вику, крепла в них с каждой минутой. Супруги уже кипели от негодования, когда ворвались в офис Булавкина. Где моя дочь? Что? Где Вика, мерзавец? Я не понял, почему мы решили... Это ты ее украл! Ты мне за это ответишь! Ну-ка быстро верь мне ребенка! Стоп, стоп! Что, Вика пропала? Где она? Я не знаю. Ты тебя спрашиваешь, что, Вика пропала? Да пропала, пропала! Это ты ее украл из школы! Да я весь день здесь был, вообще никуда не выходил. Хватит, ля-ля! Где Вика, быстро! Да у меня инвесторы были, но 10 назад, как ушли. Господи, боже мой, и где она тогда? Где ее искать, а? А в школе? В школе были? Да были, без, только никто ничего не знает. В полиции? Да, слава богу, до этого еще не зашло. Сергей неправ. В случае, если местонахождение несовершеннолетнего ребенка неизвестно, счет может идти и на минуты. И родителям, либо его законным представителям следует незамедлительно обратиться в ближайшее отделение полиции с соответствующим заявлением. При этом необходимо предоставить фотографию ребенку, указать его особые приметы и одежду, в которой он был в момент, когда его видели в последний раз. А также перечислить его круг общения, упомянув не только родственников, но и его одноклассников и друзей. Так чего же мы ждем? Надо в полицию бежать. Да подожди ты, Сереж. Может быть, она домой пришла? Не знаю, может, мы зря паникуем. Ты права, надо идти домой. Господи, только с ней ничего не случилось. Маргарита, Сергей и Марк приехали к Шаровым. Их надежды не оправдались. Вики дома не было. Булавкин сразу же связался с полицией и начал обзванивать больницы. Супруги взялись отрабатывать контакты всех друзей и знакомых дочери. Но никакой информации о местонахождении девочки по-прежнему не появлялась. Слушай, слушай, а в полиции что сказали? Сказали, что в течение часа не появится, но вот поехали, взять заявление. А так по сводке у них это не проходило. Не отвечает. Не отвечает. Марк, я думаю... Кто? Не знаю. Ну, бери, бери, бери. Да. А, Эдик, привет. Что? Где? Ага, понял. Слушай, это Эдик, как ты звонил? Говорят, что в университете видели девочку, очень похожую на нашу Вику. Господи же. По описанию одежды полностью подходят. А чёрт, почему же на университете-то? Ну это другой край города же. Всё, я поеду. Ну что, он вышел куда глаза глядит. Гуляет там. Давай, давай, давай. Ты давай, звони однокласснице. Ага. Марк, а ты, если будут какие новости из полиции, мне сообщи. Хорошо. Я наберу тебе, да. Всё. Мастер, Серёж, телефон возьми только, да? Ага, хорошо. Всё, давай. Господи, Боже мой. Где он остановился-то? Не, не, Юноч, дальше продолжай звонить. Прямо по списку, кого он не успел. Где? Ой, у меня сейчас сердце разорвётся. Сюда звонил, сюда звонил. В Морге не звонил. Что? Ага, интересно. А Серёга в Морге звонил? Рита! Ранее в «Засуди меня» Маргарите Шаровой пришлось вернуть в свою жизнь бывшего мужа, когда потребовалось разрешение на выезд из страны их общей дочери. Мужчина был категорически против. Дело в том, что мы скоро уезжаем в Германию всей семьей на несколько лет. Не, не, не хочу, чтобы моя дочка жила далеко от родного отца. Поскольку Вика не знала, что Сергей не её родной папа, Шаровы очень беспокоились о том, стоит ли вообще говорить девочке правду. Но в день, когда они всей семьёй отправились в дельфинарий, у подъезда их поджидал Марк. Иди домой, я сказала. Давай, мужик, давай в хорошем, а. Вика, я твой настоящий отец. Шаровым пришлось рассказать Вике правду. И на следующий день она пропала. Беда объединила всех взрослых, и они втроём начали поиски девочки. От стресса Маргарите стало плохо. Сюда звонил. В Морге не звонил. Ох, ох, ох. К приезду скорой помощи Маргарита очнулась, но была ещё очень слаба. Врач, померив давление, задал несколько вопросов и уточнил, не беременна ли женщина. Рита сказала, что это вполне возможно. После инъекции препарата, безопасного для здоровья будущего ребёнка, медик дал ряд советов. Витамины, томатный сок, если нет аллергии, зелень петрушки и крепкий чёрный чай с лимоном. Да, доктор, я понял. Ну и если вы хотите, чтобы ваш ребёнок рос здоровым, проследите, чтобы Маргарита Фёдоровна была ограждена в всяких волнениях и почаще была на свежем воздухе. Вы курите? Да, курю. Бросайте. Дело в том, что даже пассивное курение, оно снижает давление. Ну, всё, Маргарита Фёдоровна, выздоравливайте. Спасибо. До свидания. Доктор, я обязательно брошу курить. До свидания. Я не забиваюсь. Вы сможете сами закрыть дверь? Да, конечно. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Давай я сам позвоню. Не надо. Куда ты позвонишь? Морг. Ну ладно, ошибся, ляпнул. Ну извини. Давай ты чай сделала с лимоном, как доктор говорил. Не надо, не надо. Отстань, пожалуйста, от меня со своим чаем. У меня ребёнок пропал. Да всё хорошо, с Викой будешь. Всё. Сейчас Сергей приедет, Вику привезёт. Всё наладится. А потом в Германию едете. Я вам все документы подпишу. Ну что ты такой добрый человек стал, а? Ты что, мне просто зубы заговоришь? Не надо, спасибо. Я тебе клянусь. Я ради вас, Вика, на всё, что угодно готов. Я понял, что за один день вот так вот папа мне не становится. Да что ты. Ложу, Вика, живая и здоровая была. Что значит живая и здоровая? Подожди. А что ты думаешь, что она не найдётся живая и здоровая? Подожди. А может ты знаешь, Греба? Рита, ты о чём? Нет, подожди, подожди. Это же из-за тебя всё произошло. Вот если бы не ты, то... Вот ты наверняка её похитила. Теперь сидишь и в бене зубы заговариваешь, чтобы время выиграть. Правда? Я не похищал Вику. Поверь мне. А вот это надо проверить ещё. Откуда я знаю? И куда я её дену? Домой. Да. А почему бы не тут как раз домой и можешь отвезти? Хочешь, езжай проверять. Вот я хочу туда съездить, съезжу и посмотрю. Да тебе лежать надо. Не надо. Доктор сказал, что ты должна находиться в покое. Вот просто мне зубы заговариваешь, хочешь отвертеться. Алло, Серёж. Не она? Я так и знала. Слушай, Серёж, мы сейчас едем к Марку домой. Я просто думаю, что Вика у него. Да, я практически в этом уверена. К дому Булавкиных Рита с Марком и Сергей подъехали одновременно. Женщина изложила мужу свои соображения о коварном плане экс-супруга, о похищении Вики, и все трое поднялись в квартиру. Дверь открыла Ада Марковна. Она несколько удивилась такой необычной компанией, но молча проводила всех в гостиную. Ну что же ты делаешь, а? Мама! Господи, Мама, там! Ну как тебе не стыдно, а? Нет, ты была права. Какой ты гад, Марк, ну гад просто. А Марк тут вообще ни при чём, Маргарита. Если кого винить, то только меня. Раз. Мама? Да, я забрала Вику из школы, привела её сюда. Я считаю, что это было единственное справедливое решение в этой ситуации. Я не хотела, чтобы папа дрались и ушла с бабушкой. Ой, Господи, Боже мой. Папа, бабушка. Ада Марком, да что всё это значит? Ну ты же знаешь, что единственное, самое ценное у меня в жизни – это справедливость. Я сначала не хотела, чтобы ты и Вика опять появились в жизни моего сына. Но когда ты показала фотографии, я вспомнила о своём детстве, и я поняла, что ребёнок, он тоже человек. И он имеет право выбора, и Вика должна знать всё и выбрать сама. Мам, я тебя не понимаю. Я сказала тебе, Маркоша, что Рита разрешила оставить у нас девочку. Это был жёсткий шаг, но это был шаг. И я считаю, что Виктория должна всё знать о своём происхождении и решить сама, что ей лучше. Это моя позиция, я вам её озвучила. Я считаю, что Виктория должна познакомиться с тобой и со мной, и потом сказать нам, с кем ей лучше поехать в Германию с одним отцом или остаться здесь с другим. Даже суд принимает во внимание решение ребёнка в такой ситуации. А мы с вами не суд. Мы самые близкие ей люди. Ада Марковна права. В случае, если бы Рите не удалось договориться с бывшим мужем, и она всё-таки обратилась бы в суд с заявлением о лишении Марка родительских прав, а впоследствии с заявлением об установлении Виктории Сергеем, то суд, несомненно, прислушался бы к мнению её дочери. В соответствии с требованием Семейного кодекса Российской Федерации, при решении подобных вопросов, мнение детей, достигших с 10-летнего возраста, учитывается судом в обязательном порядке. Вика, солнце, я очень люблю тебя. Я 10 лет тебя не видел. Любое решение, которое ты примешь, я приму, как должно. Если ты не захочешь меня видеть, значит так оно и будет. А если поживёшь у нас с бабушкой, я буду очень рад. Слушай, Кусь, ну, раз вот так всё сложилось, дочь, ты должна сама принять решение. Ну, смотри, я всегда с тобой. Если ты решишь, что останешься, то я тоже никуда не поеду, понимаешь? Даже если я выберу его... Вика? Вика, подожди. Это очень серьёзное и взрослое решение. Да, мне нужно подумать до завтра. А пока я останусь тут. Подожди, ты что, здесь ночёвкой останешься? Ну да, а что, нельзя? Ты же ведь меня завтра заберёшь, папа, да? Следующим вечером Шарова и Булавкины собрались за одним столом. Позади были объяснения с полицией и знакомыми, которые переживали за судьбу пропавшей девочки. Долгая бессонная ночь и нервный нескончаемый день. Взрослые очень волновались, а Вика сияла, как именинница. Она явно уже приняла решение и ждала подходящего момента, чтобы его озвучить. Ну что ж, Викусь, не томи. Говори, мы тебя слушаем. Я вас всех очень сильно люблю. А больше всех я люблю папу. Доченька моя, солнышко. Мам, я тебя тоже больше всех люблю. Солнышко. Ну что ж, всё правильно. Вика, ты молодец. Подождите. Я вас плохо знаю, но мы будем дружить. Бабушка мне вчера показывала фотографии, рассказывала обо всех. И я навсегда останусь с Викой Булавкиной. Даже когда выйду замуж. Какая умница. Вика, вот это подарок. Ну что, всё хорошо, что хорошо кончается. Или начинается. В смысле? Я сегодня утром сделала тест. Ну всё окончательно подтвердилось. Я беременна. Ура! Как радость, ты моя! Так что мы теперь в Германию едем не втроём, а втеквером. Ну, поздравляю. Спасибо. Ну, если какая-то там помощь нужна... Ой, нет, спасибо, Адамарковна, спасибо. Я надеюсь, этот ребёнок родится в Германии. Ну, если Марк всё подпишет для Вики. Да я хоть сейчас. А знаете что? Адамарковна. Марк, я вас официально приглашаю на рождение нашего сына. Или дочки. Да, или дочки. Кстати, заранее делайте визы. Шаровы вскоре уехали в Германию. И через положенное время там на свет появился маленький Юра. Марк, наконец, нашёл свою вторую половинку. И у Булавкиных теперь тоже ожидается прибавление. Вика счастлива, что у неё такая большая и дружная семья, в которой много младших братьев и сестёр. Эта история закончилась хорошо. Но, к сожалению, в большинстве случаев между разведёнными родителями редко устанавливаются хорошие отношения. И тогда ребёнок оказывается между двух огней. А ведь дети точно такие же люди, как и взрослые. И они имеют право на свой выбор и своё мнение. Нужно только уметь их слушать. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин